МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь осталось выяснить, готовы ли наши зрители и болельщики. В игре принимают участие 13 команд, по 6 человек в каждой. Свои знания также проверяют команда вожатых и сотрудники Всероссийского детского центра «Смена». По словам игроков, к игре они готовились серьезно. Во-первых, каждому хочется победить. Во-вторых, чувствуют ответственность перед известным знатоком. Я выбирала из своих друзей, которые хорошо учатся, которые могут отвечать на вопросы, которые умненькие. Темой финальной игры стала история России. Участникам необходимо продемонстрировать свои знания от времен былиных героев до событий Великой Отечественной войны и истории современного спорта. На обдумывание каждого вопроса дается минута. Каждый из вас видел и слышал истории о могучих и непобедимых героях. А их подвиги вдохновляли народ, вселяли надежду и заставляли гордиться силой, самоотдачей и мудростью. А как называли этих героев? Время! Как отмечают игроки, вопросы только на первый взгляд кажутся легкими. Но чтобы дать правильный ответ, нужна логика. Логикой, логическим мышлением попадать, знанием, историей и какой-то дополнительной информации, которую человек читает. Ну и все, мне кажется, вот эти характеристики. Логика и история, знание истории. По итогам игры третье место заняла команда «Пилоты». Второе место разделили команды «Друзь» и «Компания» и «ГИС». Самыми умными стали также две команды – «Собор» и «Василек». Победители ответили правильно на 12 вопросов из 20. Хотели выиграть, и мы рассчитывали на тройку как минимум. Или, ну, в тройке как бы. Ожидания были, что мы победим. Интеллектуальные игры здесь же уже практически являются одним из символов, да, скажем, смены. Мы играли и летом, играли и осенью, играли и зимой, теперь и весной. Я думаю, что игра, особенно командная, очень важна, потому что ребята должны четко понимать, насколько важно иметь вокруг себя коллектив, вокруг себя команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова